39 градусов. Вот это утро. Сегодня, наверное, самый будет жаркий день. Шестой день мы уже в Лазаревском. Сейчас идем на пляж. Здесь у нас Ростелеком 7 лет назад. Был у меня такой курьезный случай. В Солоняках потерял я сотовый телефон. Был, мне кажется, Семенц С70. Ну, по тем временам неплохой телефон был. Фото, видео поддерживал. Вот сюда я в Лазаревское приехал домой звонил. Потом я его через два дня случайно нашел. Лежал в траве. Начал его искать. Думаю, где я был, пойду, похожу, посмотрю. Он в траве лежит, какого никто не заметил. Он отключился, заряд кончился. Вообще много случаев, конечно, было. Интересно. В Солоняках и паспорт теряли. Девушка ходила с паспортом. Показывает ей паспорт. Говорит, ты его знаешь. Говорит, откуда я его знаю? Не знаю. Потом минут через двадцать парень какой-то подходит. Говорит, ты ни где не видел. Я говорю, здесь паспорт где-то потерял. Паспорт, деньги. Говорит, все. Ничего, говорит, нет. А так домой ехать. Говорит, не знаю, какая-то девушка здесь ходила. Паспорт показывала. Говорит, может, твой, может, не твой был. Ну, конечно, фан от него конкретный шел. Видимо, хорошо погулял, так что все потерял и ничего не помнит, где что. Анкету распечатал. Так что на курорте надо быть поосторожнее и алкоголь в меру принимать. Можно здесь очень надолго остаться. Сейчас идем на пляж. Сегодня даже чуть задержались. Уже 8.42. Вообще, сегодня утром уже 6 часов я на пляже людей видел. Они сидели, купались. Ну, в принципе, если кто-то обгорел, то лучше, конечно, рано утром пойти. Обгоревших очень много людей видел. Там не чуть-чуть. С дочкой, конечно. Загар приняли. Можно так сказать, что сильнее, чем обычно. Я считаю, что оптимальное время это с 9 до 11. И с 5 до 7. Ну, можно и после 7, у кого есть желание. Сейчас мы идем по улице Победы. Повернем на улицу Павлова. И выйдем к побережью. Лазаревский районный суд. Здесь мы уже проходили. Можно сказать, что движение для этой улицы даже интенсивное. Вот здесь у нас указатели есть. Улица Победы. Управление ФСБ по Краснодарскому краю. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. От улицы Павлова, куда мы идем, и набережная Пляж. Конечно, хороший курортный поселок. Всегда его хочется почему-то мне городом назвать. Вообще, это большие сочки. Ну, вот здесь по тени идешь. Нормально, прохладненько даже. Уже по утру чувствуется, что будет очень день жаркий. В общем-то, конечно, хорошо, что номер с кондиционером сняли. Потому что очень жарко. Вообще-то везде наводнения были. По интернету смотрю. Мой любимый курорт. Город Кисловодск Заливо. Я даже удивился, что там такие потолки воды были. Машины даже сносила. Здесь вот такая чудесная погода. Я даже когда сюда собирался ехать, не все почему-то говорили. Там погода пасмурная. Зря ты едешь. У меня отпуск двухнедельный сейчас. Дома все равно не отдохнешь. А поехать куда-нибудь на курорт я люблю. Улица Павлова. Сейчас мы по ней пройдем. Весь вот такой надземный ежегодный переход. Сегодня я пробежку делал по набережной. В сторону реки. Вот этот мост увидел. Поднялся на него. Замечательный вид. В общем-то светофоры здесь долго горят. Надо ждать где-то 3,5 минуты. Пока он переключится. Вот здесь по массу без проблем. Нажим фраку. О, персики какие. Да. Продолжение следует. На торговле идет. У меня это сколько. А у меня есть хотя бы. Вот такой вот вид. Железнодорожные пути. Это на Джуба дорога. А эта дорога идёт на Сочи. Вот такой здесь оазис. Пальмы растут. Всегда если по дороге проезжал, обращал здесь внимание. Здесь красивый фонтан. Там улица Калараш. Без проблем здесь можно пройти. Мне жарко, даже прохладненько здесь. Ветерочек продувает хорошо. Сегодня мой последний день здесь. Вообще-то у нас время завтра до 8 часов ещё есть. Возможно, утром ещё на пляж сходят. Орешки фонт. 120 рублей. По улице Лазарева. Вот, рыбкой запахло, копчён. Что-то деньги забыл. Хотел сливы взять. Улица Доевска. Для Доевского. Набережная 440 метров. Даже, в принципе, где мы и поселились, не так далеко идти. Я же говорил, что большую часть времени занимает это ожидание светофора на пешеходном переходе. Везде здесь столовая. Короче, проблем с питанием нет. Пирожочки. Смойки. 25 рублей. Ну, назад будем возвращаться. Проголодаемся, подойдём. Я считаю, что это недорого. У нас пирожки столько же стоит говорить. Здесь у нас... Здесь парк у нас. По нему мы пройдём, когда будем возвращаться с пляж. Отсюда вот можно зайти. В экскурсии. Ну, что, закрыто. Лазаревский отдых. И начинает товары раскладывать. Всё по 150. Везде урны для мусора стоят. Утром здесь всё убирают. Ну, давайте. А, ну, сейчас подъедем. Давайте тоже. Ну, давайте. А, ну, сейчас подъедем. А, ну, сейчас подъедем. Было хорошее. Мы уже были, смотрю там, да? Вот вход в парк. Ну, это всюду можно здесь зайти. Холодный лимонад. Холодный квас. Теплоход 700 рублей. Комные прогулки. Дельфинары. Квадросафари. Сочи морем 1200 рублей. Аквапарк Наутилус. Взрослый 1000 рублей. Детский 800. А, ну, понятно, ясно. Сочи парк в 11 часов ежедневно. В общем, можно делать здесь различные экскурсии. Вот сувениры. Именно икрушки по 100 рублей. Есть по 80. Есть по 90. Очки по 350 рублей. Горячие напитки. Горячие напитки. Здесь вообще прохладно. Тень. Владимир Моисенко. Владимир Данилец. 4 августа. Ну, 4 августа я уже буду дома. Если рано проснемся, конечно, мы 4 часа отсюда уедем. Но если просмим, то днем поедем. Тогда смысла рано ехать нет. Потому что будут пробки в Туапсе. Тем более, когда сюда ехали. Дорожное полотно ложили. Тогда поедем уже часов в 11. Вечером, наверное, мы еще вот сюда в парк сходим. Здесь аттракцион. Сейчас пройдем, посмотрим. Сейчас еще рано. Ничего не работает, конечно. Освежись. Кока-кула 80 рублей. Так, ну это, я думаю, энергетик. Но я никогда их не употреблял. 160 рублей. Идеально сочетается с любимыми блюдами. А, мороженого видел. Аж мороженого захотелось. Это вот огромное, вот такое, колесо обозрения. Или как его называют, чертово колесо. Я уже говорил, что я и ночью люблю сходить на пляж, окунуться. Оно светится-то красиво. Инопланетная лаборатория смеха. Лабиринт страха. Да, вот самое большое колесо в России. Вот так. Какого черта у колеса еще не видел. Кабинки интересные. Например, у нас в городе в Пятигорске кабинки закрытые. О, а здесь жара прям чувствуется. Да, солнышко начинает припекать. Зоопарк. Пингвинарий. Океанариум. У вас лимонатка 70 рублей. Экзота. Тариум. Дом великана. Контактный зоопарк. Так, ну дальше у нас парк. Даже тренажеры есть. Уже в последний день я даже не покачался ни разу. Всегда все в последний день находишь. Ну вот в парке я увидел тоже в последний день. Наша цель все-таки к морю подойти. Здесь можно бесконечно ходить. Находить новые места в Лазаревском. Единый билет на посечение Океанариума плюс экзотариума. Взрослый 550 рублей. Детский. С 5 до 12 лет 400 рублей. Дети до 5 лет бесплатно. Вместе выгоднее. Работать с 10 до 23.00. А вот билет на Океанариум. Взрослый 400 рублей. Детский 300. Взрослый экзотариум 250 рублей. Детский 200 рублей. Ну конечно выгоднее. На 100 рублей дешевле. Галактика. Тракцион. Крокодиловая ферма. В том году в Ольгинке был. Там тоже крокодиловая ферма. Лучшие аттракционы. Крокодиловая ферма. Прокодиловая ферма. Это все продолжается Туда можно до реки дойти А сюда там пляж центральный Здесь у нас пляж Лазурный Часы работы пляжа с 8 до 8 вечера Сейчас посмотрим какое море Купаться за городе в зоне запрещено Сейчас мы где-нибудь здесь остановимся Ну хоть же сколько людей Сейчас наверное у нас часов 9 Да, 9-0-4 Это старый телефон с вокзала Да, людей очень много Не то слово А что здесь будет через час твориться? Большинство лежаков еще свободно Я уже говорил, лежаки стоят 150 рублей Если на целый день, то 250 рублей Парат, 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 друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!